Регионы Северокавказского федерального округа впервые продемонстрировали впечатляющий рост в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. За год они поднялись разумно 14 позиций. Эту информацию озвучили сегодня на одной из площадок Петербургского международного экономического форума. Глава Северной Осетии Вячеслав Бетаров принял участие в презентации результатов рейтинга. Мероприятие прошло под председательством вице-премьера правительства России Виталия Мутко. Сильные стороны северокавказских регионов, доступность финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, его защищенность, широкий спектр консультационных и информационных услуг. Глава Северной Осетии рассказал участникам встречи, как республика делает свой инвест-климат теплее. Мы благодаря этому у себя открыли окна для предпринимателей при МФЦ, создали, так вот озвучивалась здесь такая идея, как тайный клиент, для того, чтобы анализировать, как идет подключение и даются разрешительные документы на тех присоединения, разрешительные документы в муниципалитетах на разрешение на строительство, ввод в эксплуатацию. Это тоже внедрили у себя и, конечно же, это тоже дает свой эффект. Создали агентство развития, подобию Татарстана, и это позволяет нам также развивать бизнес, потому что сотрудник этого агентства прикрепляется к тому, кто приходит в республику, привозит инвестиции и лично контролирует каждый шаг с тем, чтобы оказывать ему помощь при становлении на ноги. Также, наверное, свою роль сыграли то, что реанимировали, практически реанимировали все инструменты поддержки малого бизнеса, финансовые я имею в виду, потому что ранее их не было практически. И вот благодаря, наверное, всем этим инструментам и продвинулись вперед, как это было уже сказано. Хочу также отметить и работу Министерства по делам Северного Кавказа, моих коллег по Северо-Кавказскому региону, потому как меняется отношение к регионам Северного Кавказа, благодаря той работе, которую совместно делаем, потому что инвестор перестал бояться вкладывать деньги в Северный Кавказ. После Вячеслав Бетаров принял участие в пленарном заседании форума развития экономики, политических институтов. Проблемы социального неравенства обсуждали лидеры нескольких стран. Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радов и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент России отметил улучшение экономического фона в нескольких регионах страны, среди них и Северная Осетия. Что касается динамики улучшения инвестиционного климата, то лидерами стали такие регионы, как Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым и Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртия, Ивановская и Новгородская области. Пользуясь случаем, прошу глав регионов, полпредов президента в федеральных округах, активизировать работу по привлечению частных капиталов и в национальные проекты, и в другие наши проекты развития, в том числе используя возможности Российского фонда прямых инвестиций, другие современные эффективно работающие механизмы. Позже факторы роста, которые позволили республике войти в список успешных с точки зрения инвестклимата регионов, прокомментировал министр экономического развития Северной Осетии Казбек Тумаев. Честно говоря, я не могу так сразу вспомнить, когда наша республика на такой серьезной трибуне, с такой площадки, звучала в качестве одного из лучших примеров среди наших регионов, особенно по такому важному, стратегически важному направлению, как инвестиционная политика. Среди тех направлений, которые позволили нам сделать такой существенный скачок в рейтинге, это взаимодействие власти, различных институтов власти, в том числе правоохранительных и бизнеса, это упрощение, ведение различных процедур, выдач разрешений на строительство, на ввод в эксплуатацию объектов различных. Создаются условия, направленные на то, чтобы никакие инициативы, которые в перспективе хотя бы могут мешать бизнесу развиваться в нашей республике, чтобы они приняты не были. Конечно, вектор соответствующий задал глава республики, но должен сказать, что и наши институты поддержки бизнеса, особенно малого и среднего предпринимательства, тоже очень серьезно работают в этом направлении. Также Вячеслав Бетаров посетил выставочный центр форума, ознакомился со стендом Минкавказа. На экспозиции представлен инвестпроект, который, по мнению главы, повысит привлекательность республики. Это крупный этнический парк в оландском стиле во Владикавказе. Планируют создать развлекательную зону с гостиничными комплексами и торговыми центрами. Заявленная сумма частных инвестиций – около 10 миллиардов рублей. Если проект реализуют, в республике появится дополнительно полторы тысячи постоянных рабочих мест. Этот проект является, скажем так, одним из генераторов туризма. Я много лет проработал в этой сфере, практически мы его поднимали с нуля. За 10 лет турпоток вырос минимум в 4 раза. То есть в 2008 году наш туристический поток составлял 25 тысяч человек в год. Сегодня он уже заходит за 130. Поэтому такие проекты, несомненно, которые тем более находятся на… Вы знаете, да, что проект планируется на территории, там, где основной… Фактически недалеко от того места, где идет огромный поток в Грузию. То есть через Владикавказ на сегодняшний день в Грузию поток автотуризма занимает порядка 3 миллионов человек. Из них конкретно с целью туризма пересекает нашу республику более миллиона человек. Задача именно туризма. Это мы сравнили с нашими коллегами из Грузии. То есть цифра подтверждается. Вот. Этот проект будет очень важен. Он будет, как бы, скажем, корневым. И мы надеемся, что часть того потока будет пользоваться услугами этого проекта. Видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова